И вы будете делать то, что мы вам скажем. Я стал спрашивать, а что вам надо? Что вы от меня хотите? Они мне представили список требований, включая согласование с ними всех решений, включая кадровое назначение в министерстве. Без них ни шагу и так далее, и так далее. Ну вот, я спросил, говорю, а что будет, если я не сделаю? Тогда ты не будешь министр финансов. Олигархи, придя во власть, действовали в интересах своего клана, что создавало сложную ситуацию для других крупных экономических игроков. Мы участвовали в то время в акционе по норильскому никелю и предложили ровно в два раза больше, чем предложили конкуренты. Но, к сожалению, было принято решение, наш пакет выбросили с акциона, а выбор пал на другую компанию. Мы так поняли, что банки между собой договорились, что каждому достанется какой-то кусок. Действительно, по тем соглашениям, которые вырабатывали в течение многих лет, те люди, которые взяли на себя большие риски, имели преимущество в приватизации тех или иных крупных секторов экономики. Это неправильно. Я полностью с этим согласен. Но это была договоренность. А спор был из-за того, что я ему сказал, смотри, я не понимаю, почему вы нас выключили из списков, кому что-то должны были тоже предоставить. Я говорю, вот это я не понимаю, что мы вам мешали. Ну, дали бы нам тоже какой-то кусок. Я думаю, я говорю, не все же надо было разделить. Пирог-то огромный в России. На восьмерых-то мало. Не показалось бы. Заняв пост заместителя секретаря Совета Безопасности, Березовский обрел поистине огромное влияние. Он стал могущественнее Коржакова. Приблизился к президенту, как никто другой. Березовский находился в зените. Его личные и государственные интересы срослись. Он стал частью семьи. Семьи президента. Слово «семья» я совсем недавно предложил произносить открыто, не в кавычках, с большой буквы, как семья великого реформатора и либерала России президента Ельцина. Ключом к успеху Березовского был доступ к политической власти, а также его возможность вытолкнуть соперников из игры. Это была эпоха телекиллеров. Знаменитых журналистов, которые могли уничтожить репутацию, Березовский научился использовать в своих целях. Такое подозрительное. Ну, у меня репутация жуткая, висельника абсолютно, вы знаете. Вот. Значит, и... Но все-таки они думают, что если я что-то скажу, то это возможно, согласованно с Березовским. Что-то да, что-то нет. Мне предлагал Гусинский, мне предлагал Березовский. Оба вышли с очень солидными предложениями. Я выбрал Березовскую. Я думаю, что если он, конечно, совершенно не девочка, а дуванчик, если он будет что-то поглощать, пожалуйста, для врагов, там, пожирать какие-то структуры, для него это прежде всего создание больших систем. За Бориса Брамовича, которому в результате приватизации достались такие вещи, как ОРТ, Сибнефть, Аэрофлот, Лаговаз, он бросает весь свой этот многообещающий бизнес и идет работать на шестерочную должность заместителя секретаря Совета Безопасности. А для чего? По две причины. Ликвидировать последствия прежнего бизнеса, кровавого, и создать условия для нового, ну, как там маячить перспективы нефтепровода от месторождения тенгистом, Каспийский шерф через Чечню на Новороссийск, это же инвестиции. Это колоссальные деньги. Генерал Лебедь обвинял Березовского в том, что он смешивает бизнес и государственные интересы. Лебедя волновала прежде всего ситуация в Чечне. Генерал, погибший в 2002 году при невыясненных обстоятельствах, вел мирные переговоры между Россией и Чечней под руководством Березовского. Когда я завершал регулирование чеченского конфликта, и ко мне примчался Борис Абрамович, начал меня стращать. Я не разваливаю Россию, я поощряю сепаратизм. Смотрите, я не стращаюсь. Он буквально взвыл, что вы делаете. Такой вы бизнес развалили. Ну, стреляли там, ну, убивают там. Ну, всегда стреляли и убивали, а бизнес-то прикольный. Теперь государство никак не контролировало бизнес-сообщество. Чубайс, как человек, которого олигархи выбрали своим представителем, решил начать новую фазу. Первой проверкой его власти и целеустремленности было желание пустить приватизацию в более справедливое русло. Связь-инвест, громадный и мощный телефонный конгромерат, был готов к поглощению. Кому он достанется? И на каких условиях? Я в самом начале говорил Гусинскому, Владимир Александрович, дорогой, очень хорошо ты что-то делаешь, только все равно будет тендер, будет реальный тендер. Заплатишь на рубль больше, получишь. Заплатишь на рубль меньше, не получишь. Я говорю, да-да, конечно, конечно, мы понимаем, все нормально, все в порядке, не волнуйся, все так и случится. В один прекрасный день Анатолий Борисович, по-видимому, проснулся в хорошем настроении и решил, что теперь бизнес будет, вот с этого дня бизнес будет устроен в России, будет работать по другим правилам. Не в один, который работал до этого, да, уродливые, неправильные во многом, но сложившиеся. Я отдыхал у своего друга во Франции в отпуске на недельку. Приезд ко мне Березовского, Гусинского и еще одного человека, которые, собственно, приехали ко мне с простой посылкой. Борисович, ну вот раз уж вы вот такой вот упрямый, раз уж, ну никак вас не уговорить, ладно, бог с вами, мы договорились. Связь-инвест, мы готовы отдать Потанину. Вот следующий тендер. На котором будет большой объект. Давайте договоримся. Будет у нас. Гусинского спросили на радио об этой встрече. Вы летали с Березовским и Потанином Чубайсу во Францию? Летал. Можете объяснить, зачем? Неактивно не рекомендовали говорить правду. Я летал поуживать. Это шутки, конечно. Значит, мы летали туда. Я могу отвечать только за себя. Вопрос ведь на самом деле касался не конкретного конкурса, а касался вообще принципиально правил игры. Правил игры на рынке. Ну, после этого была довольно бурная дискуссия. Это завершилась слава Бориса Абрамовича. Он сказал так. Ты, Борис, вы жёлный человек. Вы же понимаете, что мы вас уничтожили. Я сказал, успехов вам, Борис Абрамович. И проводил их обратно на яхту, на которую они отпечалили назад. И Чубайс, друг, стал в одночасье Чубайсом-врагом. Средства массовой информации ополчились на него так же, как на коммунистов во время выборов. На первого вице-премьера Чубайса давили не только СМИ, но и государственные аппараты. Реально Березовский и Гусинский работал в абсолютном взаимодействии со спецслужбами. И прежде всего с Министерством внутренних дел. Реально была довольно смешная ситуация, когда я приходил на работу осенью 97-го года. Мой коллега, другой зампред правительства, министр внутренних дел, собирал совещание о ходе введения уголовного дела против Чубайса. При том, что каждый вечер перед этим Березовский передавал ему свежие свои данные. Соответственно, министр внутренних дел, проводя совещание, ставя задачи по очередным обыскам, допросам, слежке, прослушке, собирая данные, передавал их в руки Березовскому. Вечером, включая телевизионные новости по каналу Березовскому, я мог видеть свежие данные моих телефонных разговоров или проведенных мной совещаний за этот день, которые из Министерства внутренних дел поступали к Березовскому на телевидении. Первая цель медиа войны – уничтожить репутацию врага. И для этого пригодилось новое оружие. Я участвовал в информационной войне против Чубайса и компаний. Как вы знаете, эта война была выиграна. Попытки Чубайса стать арбитром между различными интересами бизнес-сообщества провалились. И опять он был вынужден уйти в отставку.